Встречайте третий выпуск видеоблога команды Warface. Сегодня в программе. Наши корреспонденты отправились на пейнтбольный полигон и опросили игроков в перерывах между сражениями. Зажим тащи, да? Как достичь успеха в Warface? Что делать, чтобы повысить свой скилл? Спросим советы у бывалых игроков. Чтобы пробиться в топ, надо найти хорошую команду. Мы продолжаем отвечать на самые важные вопросы. Быстрая игра была только недавно добавлена на игровые серверы. Разрушители популярных мифов и лучшие игровые моменты. Это и многое другое вы увидите в новом выпуске видеоблога Warface. Сегодня мы поговорим о том, чем для вас может закончиться передача данных от вашего аккаунта сторонним лицам. Потусторонние лица. Регистрируя аккаунт на сайте vf.mail.ru Вы соглашаетесь с тем, что данные от аккаунта ни при каких обстоятельствах не будут переданы никому, кроме вас. И доступ к аккаунту будете осуществлять только вы. Так, а что будет, да? Передавая данные от своего аккаунта сторонним лицам или приобретая чужой аккаунт в пользование, вы можете быть уверены в том, что рано или поздно такой аккаунт будет заблокирован. И доступ к нему вернуть вам уже не удастся. Фатальненько так. Что можно посоветовать для сохранения вашего аккаунта в целости и сохранности? Во-первых, ни в коем случае не вводить данные от аккаунта на сторонних сайтах. Только vf.mail.ru или другие ресурсы mail.ru. Как все плохо. Во-вторых, ни в коем случае не разглашать данные от аккаунта в чатах или других каких-то местах. И самое главное, я еще не придумал. Но мы потом все вырежем. Я должен быть весь выпуск с грустными вещами. Если вы играете где-то в компьютерном клубе или не у себя дома, а у друга или родственников, ни в коем случае не оставлять игровой центр или авторизацию на сайте. То есть если где-то ввели свой логин и пароль, обязательно выйдите из аккаунта перед тем, как уйти. Обычный пользователь считает, что его брат Коля 9 лет от роду имеет право играть его аккаунтом. Однако это не так. Мы предоставляем нашим пользователям также возможность привязать номер их мобильного телефона к аккаунту. Привязав номер к вашему аккаунту, вы можете быть уверены, что он всегда будет в безопасности. Вы можете поделиться хлебом, деньгами, но не аккаунтом. Иногда в игровых чатах можно увидеть сообщения о продаже или покупке аккаунтов. Не стоит обращать внимание на такие предложения. Лучше игнорировать их или же пожаловаться, использовав для этого специальную форму, встроенную в клиент. Все, давайте меня розеттовать, я пойду. Не попадайтесь на уловки мошенников, играйте честно и всем удачи. Как-то так, я думаю, про бабку и свата. Доставим для другого раза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно, мы играем, но многие из нас не очень любят об этом распространяться, потому что мы хотим играть наравне с игроками и не хотим, чтобы к нам относились как-то иначе в обычных боях. Могу даже сказать, что большинство играет на сервере Альфа, потому что он стартанул первым. Добавить в друзья, к сожалению, пожалуй, что нельзя. Во-первых, у большинства администраторов уже давно лимит друзей. Во-вторых, следует понять то, что администратор — это тоже человек, который хочет поиграть в игру, как и все, и отвечать на вопросы игроков все свое время онлайн он не может. Винтовка АВМ заняла свою нишу в игре, которая уже поставала. А в раритетной категории уже присутствует одна болтовка, и добавлять такую же, которая дублировала бы характеристики уже существующей, не было никакого смысла. АВМ же доступна даже новичку. Ее характеристики пока менять не планируется. Обновленная быстрая игра была только недавно добавлена на игровые серверы. Мы следим за ситуацией, смотрим, как можно еще настроить ее. Поэтому стоит ожидать, что она будет улучшаться и улучшаться со временем. Мы планируем изменить набор доступных карт для выбора в быстрой игре. И планируем ввести усовершенственный автобаланс, который ориентируется не только на ранги игроков, но и на их соотношение убийств к смертям. Подбор команд станет более сбалансированный, а сражение, соответственно, более интересное. Об этой проблеме известно разработчикам, и улучшения в этой области ведутся. Но пока никаких конкретных сроков назвать, к сожалению, нельзя. Исправление может занять достаточно много времени, так как эта проблема достаточно тесно завязана с клиентом игры и с основной игрой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Димана Тorzok Димана Тorzok Димана Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 До скорых встреч! Субтитры делал DimaTorzok